Как пройдут майские праздники в условиях режима повышенной готовности? Это стало главной темой обсуждения Оперштаба по противодействию коронавирусу в Чувашии. На майские праздники выезжать на дачу и в деревню можно, но только при строгом соблюдении мер предосторожности. Чтобы минимизировать контакты, желательно перемещаться на личном автомобиле, в общественном транспорте, использовать маску, перчатки, соблюдать дистанцию. С 1 по 11 разрешены межмуниципальные маршруты. На данный момент, сейчас мы сделали выгрузку, выписано 745 пропусков для общественного транспорта. Всего должно быть на рейсах с 1 мая 1037 машин. В лесах и местах отдыха граждан, в том числе на водоемах и в парках, в майские праздники контроль будет усилен. Дополнительно включились и сотрудники МЧС, 26 сотрудников будут дополнительно привлечены к работе мобильных групп. И кроме Батаревского и Бресинского, Козловского, Шамуршинского, нескольких районов еще, дополнительно еще выделило 8 сотрудников Росгвардии. Усиливаются посты на въезды в город силами муниципалитетов. Однако в Рио главы Чувашии Олег Николаев подчеркнул, выезд за город вовсе не означает отмену режима самоизоляции. Те люди, которые обязаны находиться на самоизоляции, и если они несут вред и опасность окружающим, прежде всего своим близким и родным, вы знаете, как бы сумма наказания от 15 до 40 тысяч, это, конечно, ощутимая сумма. Если случайно мы упустим людей больных, и они активно будут общаться, то мы можем получить очередные очаги. На сегодня самый крупный очаг заражения коронавирусом в районах Чувашии зафиксирован в селе Уразлино Янтиковского района. Всего там инфицированы 67 человек. При лабораторном обследовании у 29 были выявлены вирусы, это 43% положительных находок. В том числе были и дети до 14 лет, 6 таких было детей, и 5 лиц старше 60 лет. Предполагаемым источником инфекции явилась жительница города Москвы, которая приехала в Янтиковский район. Формированию такого крупного очага послужило тесное общение между родственниками, несоблюдение мер профилактики и нарушение режима изоляции. Режим ограничений начнут поэтапно снимать после 12 мая. Однако лишь при условии, что жители будут четко исполнять предписания во время майских праздников. Рифат Фадкулин, Андрей Шоклев, Республика. В ходе заседания Олег Николаев поручил подготовить решение о досрочном прекращении учебного года в Чувашии. Летние каникулы для учеников первых-восьмых классов могут начаться 18 мая. Для учеников девятых-одиннадцатых классов завершение учебного года планируется после 25 мая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова